Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, давайте посмотрим, что будет модно, что модно сейчас. Посмотрите, это уже весенне-летняя коллекция, они будут появляться периодически в этом обзоре, мы их увидим несколько. И что мы видим? Белые брюки снова мы видим, в данном случае это белый деним. И, внимание, мы видим удлиненный кардиган. Мне очень приятно. Видео, где я советовала приобрести удлиненный кардиган и носить его как межсезонное пальто, получила много просмотров. Вот, например, такой кардиган на скидках можно купить. Кстати, стоит он недешево. Снова белые брюки нам предлагают, но это снова джинсы. И, в общем-то, в новом сезоне здесь, в Италии, совершенно точно мы будем носить белые брюки. Скорее всего, пока будет не очень тепло, будем носить это вот с подобными кардиганами. Я их называю для себя кардиганы пальто. Этот кардиган мне очень понравился. Со скидкой он стоит 737 евро, что очень и очень недешево. Но, действительно, он очень необычно сделан. К этому образу с кардиганом нам предлагают вот такую обувь. Посмотрите, ботинки на шнурках и яркие цветные носки. Этот магазин головных уборов находится в самом центре, напротив магазина Max Mara Weekend. Если вы будете в Паду, вы без труда его найдете. И здесь покупают головные уборы модницы Падуэ. Очень популярны, конечно же, шляпы Borsalino. Но здесь представлены разные марки. И в том числе вот такие головные уборы. Если говорить о том, что модно, совершенно точно в Италии пользуются спросом шапки, объемные из натурального меха. Посмотрите, какой красивый образ. Очень сбалансированный по цветам. Но абсолютно, на мой личный, субъективный взгляд, не подходящий ни для одной женской фигуры. Потому что этот образ по пропорциям разбит на одинаковый. Примерно 50 на 50. 50 процентов пропорции займет пиджак. 50 длина юбки. И по моему опыту подобные образы смотрятся очень плохо. Они любую женщину, даже самую стройную и высокую, превращают в тумбочку. Снова удлиненный кардиган из плотного материала. Этот материал будет хорошо смотреться за счет как раз-таки плотности. Кардиганы в такой длине, если они выполнены из тонкого трикотажа, очень некрасиво провисают и повисают на фигуре. Этот образ является примером очень грамотных пропорций. Посмотрите, кардиган занимает примерно 70 процентов. Выглядывающие брюки примерно 20. Следующий образ тоже достоин внимания. Он очень простой. Здесь обычного кроя пальто. Но посмотрите, насколько красиво подобраны цвета. На самом деле цвет пальто очень сложно охарактеризовать. Это не серое и не бежевое пальто. И вот как раз-таки именно эти два цвета прекрасно сочетаются в одном образе. Это пример очень простого по силуэту комплекта, но основанного на красивом сочетании цветов. Марка Mamani является одной из моих любимых, так же как и Maliparmi. При этом у меня нет вещей этих марок, но мне нравится, что они предлагают. Могу сказать, что пальто в клетку всегда смотрится очень эффектно и пальто в необычную клетку найти очень сложно. К этому образу нам предлагают, посмотрите, белые кеды и брюки. В данном случае это джинсы со стрелками, которые слегка заужаются к низу. Уже несколько сезонов подряд я вижу вот такую интереснейшую формулу, которую предлагает марка Mamani. Это либо шелковое платье, либо шелковая юбка. Юбка очень часто в так называемом бельевом стиле. Плюс обязательно свитер объемный и уютный. Обратите внимание на плечо данного свитера. И, конечно же, кожаный ремень, под который этот свитер слегка заправляется. Это формула. Ее можно часто видеть на витринах этой марки. Очень часто образы выполнены в темных цветах, поэтому не всегда мне удается снять. Витрина очень сильно бликует. Но если вам подобный стиль нравится, берите на заметку. Юбки и платья подобным образом, как правило, предлагаются с рисунком. Как в данном случае, цвет свитера всегда повторяет тот или иной цвет, который был использован в принте. Очень удобная, очень красивая и женственная формула. Такие образы очень хорошо смотрятся с сапогами. Следующий образ мне очень понравился. Посмотрите, шорты из денима, по всей видимости, будут популярны в этом сезоне. И они стали более короткими. По крайней мере, так можно говорить, уже просматривая новые коллекции. Я очень рада тому, что микрошорты из денима возвращаются. Возвращаются, по всей видимости, лихие нулевые. Ставьте крести в комментариях, кто помнит так называемые комбидрессы. Которые, скорее, похожи на нижнее белье. Но очень многие из нас носили их самостоятельно. Лично я носила. Меня эта мода застала еще в школе. Уже весенняя коллекция. Это тяжелый люкс. Это хлоя. Хотя, может быть, просто люкс. Не знаю. В любом случае, посмотрите. Вельвет. Он очень тонкий. Это видно, когда ты смотришь через стекло витрины. И это уже летний вариант. Посмотрите, какое интересное украшение. Оно мне очень понравилось. Я думаю, что многие, кто занимаются, кто производит и делает украшения, могут сделать подобное своими руками. На шелковую ленту можно прикрепить любые бусины. В данном случае это так называемый речной жемчуг. Барочный жемчуг неправильной формы. Но самое важное, что вижу я в этом образе, это, конечно же, белые брюки. Белые брюки будут очень популярны в этом летнем сезоне. Но нас в Италии здесь этим не удивишь. Белые брюки, мне кажется, никогда не покинут в сердце любой итальянской модницы. Любовь к ним будет вечно. Очень красивая юбка с боковым разрезом, либо фронтальным разрезом юбки. Смотрится всегда очень эффектно. Красное пальто. Внимание. Накладной воротник. Кому нравятся подобные вещи на распродажах, это коллекция зимняя. На распродажах можно посмотреть. И снова светлые брюки. Это тоже коллекция зимняя. Но вот подобные светлые брюки можно купить и с удовольствием носить весной, а, возможно, даже прохладным летом. Этот кардиган я вам показывала, но здесь, наверное, самое важное – это шорты. Это тоже уже летняя коллекция. И, по всей видимости, шорты превратятся именно, точнее, бермуды превратятся именно в шорты. Достаточно короткие. Хотя шорты вот такой длины для марки «Валентина», они характерны. Выпускаются из сезона в сезон. Силуэт их практически так же, как и длина, не меняются. Марина Ринальди предлагает нам синий цвет. Очень люблю вот такие длинные ремни. Они, вы знаете, создают, как это принято говорить, вертикаль, которая стройнит. Но подобный ремень можно также носить в два оборота. Вообще ремни именно у Марина Ринальди. Также широкие, высокие ремни. Они очень красивые. Традиционно стоят 120 евро. И действительно стоят своих денег, потому что выполнены из кожи, очень качественные. И если вы хотите необычный ремень, то Марина Ринальди, возможно, в этом вам как раз-таки и поможет. Тоже новая коллекция. Снова синий цвет. Слегка отличается, что дает мне повод думать, что синий цвет в этом сезоне будет очень популярен. Я достану свой синий пиджак. И посмотрите, какой интересный образ. Просто белый и синий – это красиво. И еще более красивым этот образ становится за счет того, что мы добавляем сюда коричневого. Вот действительно красивое сочетание цветов. В данном случае одежда и аксессуаров. Хотела показать вам ассортимент спортивного магазина. Здесь мне очень понравились джинсы. Не знаю, какая марка. Но также интересно, как их обыграли эти джинсы. Посмотрите, укороченный верх. Очень часто мне говорят, почему ты все заправляешь, когда носишь подобные джинсы. Но я не заправляю. Я использую трюк с резинкой. Именно потому, что очень красиво смотрятся брюки. Как раз-таки в процентном соотношении, когда их больше, относительно верха. Поэтому для подобных брюк со средней либо высокой посадкой, для широких брюк, которые делают ноги неимоверно длинными, я прям искренне рекомендую вам использовать укороченный верх. Следующий образ очень примечателен перчатками. Я очень люблю вот такие высокие перчатки, которые можно очень красиво носить со свитером, с пальто. Если рукав подвернуть, безусловно, речь идет о погоде, которая это позволяет. Вы ни разу не видели меня в подобных образах, потому что в них невозможно снимать. Мне все время нужны руки без перчаток. Даже когда очень холодно, я их не использую. Но я вам искренне рекомендую приобрести себе высокие перчатки. Кстати, они могут быть просто вязанными. Это очень красиво смотрится, очень женственно. И просто очень красиво, очень стильно. Следующий образ мне понравился. Посмотрите, красное пальто и джинсы. На самом деле здесь может быть любое пальто, любые джинсы. И вот такой игрушечный принт. Мне понравился этот образ своей нестрогостью, с сочетанием как раз-таки пальто и вот такого почти детского принта. Следующий образ очень сильно засвечивает, но я думаю, что вы видите, что я хочу вам показать, что пуховик нам предлагают носить с платьем. Пуховик плюс платье – это, наверное, единственная актуальная формула на данный момент для пуховика, хотя, безусловно, жизнь носит свои коррективы. В этом сезоне вот такие укороченные, трапециевидные пуховики я нахожу очень интересными и удачными. Они будут красиво смотреться с брюками и очень красиво смотрятся, посмотрите, с юбкой карандаш. Сюда можно предложить обувь на шнуровке различной высоты. Это будет красиво. Очень красивая трикотажная база. Посмотрите, редкость, все-таки редкость, когда трикотажная база – это юбка и соответствующий верх. Это очень красиво. Все чаще все-таки мы видим брюки и соответствующий верх. Очень много дубленок, нас этим не удивишь. Дубленку искренне рекомендую купить, примерить, по крайней мере, именно на распродажах. Я думаю, они будут очень актуальны в следующем сезоне. Очень красивый пиджак удлиненный. В этом сезоне, по всей видимости, таких пиджаков будет много. Пиджак становится все длиннее и длиннее. Если раньше его длина была посередину ладони, то теперь я заметила это, как правило, все-таки кончики пальцев. И подобные пиджаки мы будем носить, скорее всего, в том числе самостоятельно, как платье. Снова красивый образ. Посмотрите, вот такая юбка и подобная блуза. И в данном случае не пуховик, а используется куртка-косуха. Есть у меня ощущение, что куртки-косухи будут возвращаться. Именно весной мы увидим их в достаточном количестве. Пока это ощущение практически ни на чем не основано. Давайте посмотрим. Уже летняя коллекция. Посмотрите, снова кардиганы и вот такие пояса. Мы их уже видели примерно два сезона тому назад. И, возможно, в этом сезоне нам будут их активно предлагать. Эти пояса смотрятся очень эффектно, при том, что они мне не очень нравятся. Но они являются действительно вот таким акцентом. Снова кардиган. Это Луиза Спаньоли. Посмотрите, длина середины бедра. По всей видимости, кардиганов будет много. Также и в летних коллекциях. Но это, кстати, коллекция зимняя. Это уже распродажи. Для меня лично остается открытым вопрос, будет ли популярна так же, как в этом сезоне, пальто Тедди в следующем году. Если честно, я не знаю. И если покупать верхнюю одежду на распродажах, я бы все-таки купила дубленку. Очень много вещей в пайетках, которые были нам предложены для новогодней вечеринки, которую очень многие пропустили по тем или иным причинам. Сейчас эти вещи снова предлагаются с той или иной верхней одеждой, с более повседневной обувью, для того, чтобы показать нам, как эти наряды можно носить именно в повседневной жизни. Подобные брюки с принтом. Много раз обращала на них внимание в Италии. Они очень популярны. Нужно сказать, они смотрятся очень эффектно. Я люблю жилеты на других, сама не имею. Жилеты мне очень нравятся. Это уже мио-мио. И посмотрите, джинсовые куртки. Вот мне кажется, что и джинсовые куртки вернутся, так же, как и куртки косухи. Посмотрим. Очень популярны в этом сезоне в Италии на стритстайле были парки. Я никогда это не комментировала, но те, кто внимательно смотрит, могли заметить большое количество парок. Парки были популярны, наверное, три, а может быть и четыре года назад. И в этом сезоне то ли модницы достали свои парки и носили, то ли купили себе новые. Но парок было очень много. Посмотрите, контрастный образ при помощи белых брюк. Это тяжелый люкс. Но это коллекция, которая идет на распродажу. В данном случае это белый деним. И действительно, белые брюки в Италии никогда не потеряют своей популярности и актуальности также. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я с вами на этом прощаюсь. Очень скоро мы увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok